ЕГЭ выполняет полностью задачу. У нас предыдущий министр образования, вот буквально недавно свергнутый, член кооператива «Озеро», а, как известно, члены кооператива «Озеро» — люди непотопляемые, и любой Фурсенко может делать все, что угодно, но до тех пор, пока он работает по своему прямому назначению, трогать его нельзя. Фурсенко четко совершенно обозначил доктрину нашей страны и нашего образования. Он сказал, нам не нужны образованные люди, нам нужны образованные пользователи. В переводе на общечеловеческий язык это означает нам не нужен электорат, нам нужны идиоты. С этой задачей он блистательно справился, и ЕГЭ как раз лучший способ сделать из человека идиота. Через какое-то время мы получим людей, в принципе, безграмотных и с одной извилины, мы к этому идем семимильными шагами. Именно для этого Единая Россия пробила закон о платном образовании. Теперь у нас, например, там, где денег не хватает, как правило, это провинция, там дети будут, как во времена Николая II и Александра III, заканчивать церковно-приходскую трехлетнюю школу, после чего будут, видимо, идти, как им кажется, работать. Хотя на самом деле работать эти люди никуда не пойдут. Задача данной системы образования, ЕГЭ и в целом наша стратегия по образованию начальному, среднему и высшему, чтобы в этой стране как можно меньше осталось умных людей.